Всем большой привет, ребята! Меня зовут Лада и добро пожаловать на канал Ладесса. В этом видео я хотела бы вам рассказать, чем закончилась и заканчивается история о мошеннике, который продал нам копию Samsung Galaxy S6. В первой части видео я рассказывала о том, как мы попались на эту поделку, почему купили этот телефон. И рассказывала о самой копии телефона Samsung Galaxy S6, чем он отличается от оригинала. Так что, если вы не смотрели эту часть видео и вам интересно, то кликайте сюда и переходите, смотрите видео. Ну а сейчас я приглашаю своего мужа. Непосредственно он знает все детали, нюансы, как мы вычислили этого мошенника. И сейчас он нам подробнее расскажет об этом. Ну что, Сереж, расскажи, как вы вычислили этого мошенника, как это удалось теперь? В общем, дело было так. После того, как все это случилось, я пошел на Авито искать тебе новый телефон. Значит, набрал Galaxy S6, там все, начал кучу объявлений. В общем, на одно из первых попавшихся нажал, смотрю, человек продает. Состояние нового, все примерно то же самое. Ну и я решил поинтересоваться, написал ему в сообщение в Авито, что, как там, какой телефон там, в какое состояние, все. Он мне все ответил, состояние шикарное, все прекрасно, все замечательно. Я еще смотрю, что цена такая тоже там, если тот стоил 18, то этот стоил 20 там с копейками. И я ему пишу, ну хорошо, у вас, теперь следующий вопрос, у вас точно оригинал или копия? Если копия, скажите мне сразу, потому что мы уже купили сейчас копию, я очень злой. Если я приеду, я буду точно проверять все досконально. Ну вот. Значит, он мне отвечает, у меня точно оригинал. И после этого следующий вопрос задает. А если не секрет, кто вам, ну в смысле не кто вам продал копию, а какой номер телефона у человека, который вам продал копию? Это вообще такой нестандартный вопрос, я так сел, задумался ему, зачем ему это, потом думаю, ну ладно, какая разница. Не знаю, может он этими копиями торгует, может быть он... Может это его напарник. Напарник какой-то, я не знаю что. Короче, пофиг, я не стал задумываться, я просто взял, скинул ему номер телефона этого мужика. И каково бы мое было удивление, когда на следующий день мне на ВИТО приходит такое сообщение. То есть в ответ на твое сообщение, да? От него, да. Хотите, я вам помогу найти это чучело? Я вообще в шоке. И, ну в общем, я с ним созвонился сразу же. Я говорю, там так-то, так-то, что... И, короче, он мне рассказывает историю о том, что совершенно недавно, где-то месяц, может, назад, именно вот этот человек обманул его друга. То есть не мы одни лохи оказались. Да. Обманул его друга. Точно такую же ему копию продал. Я до последнего не верил, я просто не мог это поверить. Я ему говорю, ну какие доказательства, что это именно тот человек, какие доказательства, что... И он мне начинает рассказывать один в один ту же самую историю. Он рассказывает, что он все... Этот мужик всем рассказывает одну и ту же историю, что он работает в порту грузчиком, и что у него... А жена у него работает в салоне красоты. И моряки привозят из-за границы сравнительно недорогие вот эти Самсунги. Вот. Он там совсем копеечку себе наценивает. И, в общем, вот эти подруги из салона красоты заказали себе. И один не подошел. И один по цвету из них не подошел. Синий был, да. Ну и вот он как бы хочет его продать практически за те же деньги, за которые взял. Вот. И он все время повторяет, что он у него один. И вот он мне когда все это рассказал, я понимаю, что это все то же самое и мне рассказывалось. Вот. Я потом внешне говорю, а как он выглядит. И он тоже сказал точно так же, такая же внешность, что в очках мужчина там. Вот. Что после этого произошло? Ну, следующий вопрос, конечно, мне был интересен, как его поймали. Как его поймали. Оказалось, что у него ребята работают в органах, знакомые. И каким образом они его пробили? Этот мужик, естественно, он не дурак. Конечно же, он не покупает симки официально. Не ходит там, Билайн покупает на свой паспорт и выначе вычислят. Он на черном рынке. Есть такая возможность на черном рынке покупать симки Билайна. Но когда ты находишь какой-то ход, где покупать, то, как правило, серия всегда будет одна и та же. Вот там была серия 8264, там что-то 344 и, по-моему, еще две цифры какие-то. И я так понял, что конкретно вот этой серии не так часто покупали симки. В общем, что они сделали? Они просто пробили по базе эту серию. Узнали, какие следующие были выпущены симки. Их не так много, оказывается, выпускалось, не сотнями. Вот конкретно этой серии буквально там, ну, одна-две, допустим, в неделю. Вот как раз прошла неделя. Я тебя перебью, еще у него, оказывается, был подельник в салоне Билайн. Да, как выяснилось потом? Ну, это я хотел потом рассказать, сейчас я другому. Ну, и, в общем, короче говоря, они вычислили, какая следующая сим-карта была зарегистрирована на эту серию. Что после этого они сделали? Конечно, еще была возможность ошибиться, непонятно. То есть, ты можешь позвонить, а может кто-то другой зарегистрировал. Они просто взяли, ну, подстанову какого-то, с другим голосом парня взяли, и наугад просто позвонили и сказали, ну, в смысле, наугад спросили, я хотел бы у вас купить Samsung Galaxy S6, я с Avita. И это прокатило. И человек говорит, да, здравствуйте, да, я готов продать там все. Таким образом они договорились, встретились с ним. Он приехал со своим каким-то там подельником. Ну, они подставное лицо туда привезли. А сам тот парень, которого обманули, он был там за пределами помещения. Там одно, если они встречались. Ну, и, в общем, короче говоря, когда они вот сели за стол, все там, они спрашивают специально, там, это оригинал, да? А то такой, да, 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 да. Ну, и в последний момент выходит этот парень, которого он обманул. Тот сразу задергался, мужик. Ну, это как мне вот это все парень рассказывает, который его поймал. Он говорит, мы с собой взяли еще там 9 человек с нами приехало. И они там были за пределами этого помещения, на всякий случай. И действительно, выбежали какие-то там цыгане, которые, видимо, там на подхвате были, мало ли что. И вот когда выбежали вот эти цыгане, говорит, наши ребята тоже там вышли, там вот наши 9 человек. Ну, и они, в общем, там все разбежались. В общем, короче говоря, они взяли этого мужика, сказали, слушай, товарищ, так-то и так-то, мол, он весь перепугался, глазки забегали. Короче говоря, в итоге он им отдал 10 тысяч сверху, помимо тех денег, которые ребята заплатили. И телефонов два им отдал этих, которые им совершенно не нужны. Так что вот так, они его поймали. А после этого уже, когда мы с ним вот созвонились, он мне сказал, что если хочешь, я тебе точно так же помогу. Но мы, честно говоря, долго раздумывали, потому что таким путем, а если честно, мне не нравятся вот эти всякие бандитские разборки. И мы думали пойти в полицию. Да, мне тоже эти разборки все не нравятся. И я сам-то такой маленький. У меня нет 10 спортсменов там, все. Я поэтому не хотел этого ничего. Я хотел, да, как по закону. У меня есть друг в прокуратуре работает. Я позвонил ему, посоветовался. Говорю, слушай, как можно что придумать? Он говорит, ну очень все просто. Ты идешь, вот в каком районе было зафиксировано это нарушение, ты пишешь заявление в полицию. Скорее всего, в 90% случаев они это, значит, дело закроют. В течение, там, по-моему, максимум 30 дней они могут его закрыть. Ну вот. И когда они его закроют, тогда ты мне позвони, я тебе скажу, как правильно написать прокуратуру мне. И я там их, ну, как бы сделаю так, что они начнут работать. Они опять все это откроются, все, и начнут работать. Ну, после этого, ты знаешь, что было? Нет, ну вообще я хочу вставить, что полиции на самом деле невыгодно принимать вот эти все заявления, потому что это дело-то особо нераскрываемое, очень сложно раскрыть. Поэтому и не принимают заявление. Ну, в нашем случае, да, мы согласились. Мы, в общем, подумали, да, над полицией, над этим вариантом, и все-таки Сережа поехал писать уже туда заявление, вот в местное отделение полиции. И что было? Написал ты заявление, вот как они отреагировали вообще? Попытались ли они тебе помочь? Расскажи, что было? Ну, во-первых, меня больше всего испугало то, что, ну, не то, что испугало, а волновало, то, что вот этот парень мне достал этот номер телефона, я по нему позвонить не мог, жена тоже, потому что этот мужик жену мою видел, знает ее голос. Ну, я такая знаю. И вот как бы так вот меня стремало, что я приеду в полицию, в общем, там все это замутим, а в итоге окажется, что этот номер либо не его, либо он уже не активен, он уже следующий симку. Меня вот это так волновало. Быть может, уже в тот момент, как я в полиции буду сидеть, он уже кому-то продаст телефон, соответственно, выкинет симку и новую зарегистрирует. Ну, в общем, вот. Ну, вот, я приехал, да, и, значит, там сидел следователь, ну, я ему рассказал все, как есть. Ну, он так, конечно, без энтузиазма на это все отреагировал. Но я как-то его, может, убедил, я не знаю, я ему прям так говорю, я понимаю, что это сложно поймать человека, я все понимаю, там все, но, тем не менее, я готов идти на то, чтобы, пусть мы его даже не поймаем, но чтобы устроить какие-то сложности хотя бы ему. Я говорю, друг в прокуратуре работает, и говорю, если даже вы закроете это дело, я все равно буду продолжать добиваться, чтобы оно каким-то образом продвигалось. Но все равно заявление ты не написал, да? Нет, заявление в устной форме тоже пишется, я ему устно как бы все это... Понятно. Вот, и, в общем, я его убедил, на самом деле, я сказал, что у меня есть номер телефона, и давайте договоримся так. Если сейчас вы по нему позвоните, и там окажется, это не этот мужик, то, говорю, без проблем, хорошо. Но если окажется он, то давайте тогда браться. И как бы он так сначала что-то сомневался, сомневался, а потом все-таки согласился, действительно, он позвонил по громкой связи, вот, спросил, здравствуйте, я по поводу объявления Samsung Galaxy S6, вы еще продаете, и, о, аллилуйя, там на том конце говорят, да, да, продаю, и я слышу знакомый голос. В общем, очень повезло. Это очень повезло. И после этого момента он говорит, ну что, говорит, могу сказать, да, у меня интерес появился, для меня это интерес открывашка, ну, они так называют, что откроется дело, а для тебя, говорит, интерес, что это ты, возможно, вернешь свои средства. Ну, то есть, хорошо, дальше, дальше что было? Дальше он сказал, все. Через какое-то время, что ты поехал домой, да, и он тебе говорит, что... Дальше план действия, да, он сказал, что едет за телефоном, у меня телефон остался дома, кое-кто мне не разрешил брать, сказал, что все, телефон останется в ментовке, если ты его возьмешь. Я не взял его. Ну что ж, потом поехал обратно за ним, причем во все, в пригород. Вот, он говорит, так, ты сейчас едешь туда, а мы с ним в 6 часов встречаемся, ты привозишь телефон, как вещдог, вещественное договоренность, а мы тем временем поедем его брать. Я возвращаюсь, стою у полиции, разговариваю там с кем-то по телефону, по телефону уже собираюсь зайти, и вдруг я вижу, подъезжает машина, и из машины выходит вот этот следователь и ведет этого, вот этого мужика. Мужик назвал себя Димой, на самом деле, он не Дима, Андрей звал. И этот, значит, этот Андрей меня увидел, у него глаза так забегали, забегали, забегали. В общем, чем все закончилось? Вообще, чем влечется вот этот штраф за такое мошенничество? Я вам скажу так, что когда я начал с ними разговаривать, вот с начальником этого парня, да, начальником отделения, он меня так один на один позвал, сказал, давай с тобой поговорим. Он говорит, дело в том, что тебе просто повезло, то, что мы согласились вообще этим заниматься, это недоказуемо. Я говорю, почему? Говорю, у вас есть прецедент, у вас есть номер телефона, все. Он говорит, дело в том, что вот сейчас этот товарищ скажет, ну, в чем вообще основная проблема? Проблема в том, что он продал копию как оригинал, да? Все, в принципе, в другом, он меня ничего не обманывал. Дело в том, что он может сказать, а я не знал, что это копия. Как докажешь? Ну, да, нет, это сложное дело, да, и на самом деле в уголовном кодексе нету такого достаточно серьезного наказания для таких рода мошенников. То есть это все лишь административные штрафы 500 рублей. Да, административные 550 рублей за то, что он меня обманул. Да, поэтому полиции, в принципе, невыгодно вот такие все телодвижения, но просто очень хорошие парни оказались в местном отделении полиции, нам помогли, действительно, спасибо им большое. Чем все закончилось? Он тебе отдал деньги или нет? Да, все очень просто. Значит, мы с ним, нас с ним посадили за один стол, сказали, узнаете товарища, узнаете товарища? Мы такие, да, все. Он говорит, извините, простите, да, виноват, все. Ну, этот полицейский ему говорит, в общем, значит, пиши. Как это называется? Расписку. Что ты ему отдашь деньги. Ты такой, да, 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 хорошо, я законопослушный гражданин, мне не нужно никаких проблем. Он написал расписку, но, понимаете, с ним не было паспорта. То есть, по сути, он написал бумажку какую-то. Он написал о том, что в течение месяца он мне отдаст ей деньги. Вот это 12 мая заканчивается этот месяц. Денег у него не было, естественно. Он сказал, у меня нет денег, у меня дома 2000 граждан. Не, ну, с другой стороны, во-первых, он выходит на контакт, да, то есть он... Он выходит на контакт, я ему случайно позвонил тут недавно, да, ошибся номером, хотел другому человеку, а позвонил ему. И он взял трубку и сказал, да, Сергей, это я что-то хотел. Я так говорю, я не тебе звонил, но на всякий случай хочу спросить, как с деньгами там, говорит, пока нет, но скоро будет. Мы, на самом деле, просто, да, хотели рассказать историю, что, на самом деле, и такие мошенники попадаются, вот, что нам реально повезло. Это просто счастливый случай. Но тут вопрос уже не в возврате денег, а в том, что, может быть, человек после этого случая-то и задумается, чтобы в дальнейшем не обманывать людей. К нашей ситуации подходят подсловицы «все, что не делается, все к лучшему». На самом деле, мы не считаем, что эта ситуация очень ужасная и что нас кинули на кучу денег. Да, это так, но на самом деле из этой ситуации, по крайней мере, я извлекла огромную пользу и огромный опыт. Теперь я хотя бы имею представление, как брать вот такие вот вещи, покупать такие дорогие вещи на таких площадках, как Авито, с рук. Многие в комментариях под первой частью видео писали нам, что вот мы такие лохи, купились, как мы вообще не могли отличить подделку от оригинала. На самом деле, было очень несложно отличить подделку от оригинала, потому что подделка была достаточно хорошо сделана. И мы ее проверяли по некоторым параметрам, и даже тяжелые игры эта подделка действительно проходила. Если ты идешь покупать, например, телефон Samsung Galaxy S6, то понятное дело, что если ты его идешь покупать, то его у тебя просто нет. И либо ты берешь человека, у которого есть оригинальный вот этот телефон, либо ты идешь в салон связи. Единственный, конечно, совет я дам, что если все-таки вы, например, покупаете дорогие телефоны, то идите в тот салон связи, который выберете вы непосредственно, и вообще встречайтесь на вашей территории. Это самый наилучший вариант, потому что, возможно, и у этого мошенника тоже был подельник в своем салоне сотовой связи. Это, конечно, непроверенная информация, но, скорее всего, так и было. По поводу того, что тоже писали, что, ну, что вы хотели за такие деньги найти оригинальный Samsung Galaxy S6. Ну, за какие деньги, ребята? И за 20 тысяч можно найти оригинальный iPhone 6. Так же, честно. По некоторым причинам люди продают такие телефоны, такие дорогие вещи. Например, им срочно нужны деньги. Ну, вот уезжает человек в другой город, или нужно выплачивать кредит, нету денег, и все, вот он продает это имущество. Такие реальные случаи есть. Следующий вариант – это когда ты действительно не знаешь цену того телефона, который, например, тебе подарили. Например, вот очень часто девушки продают такие дорогие телефоны за дешевые деньги, можно так сказать. И третий вариант, что такой Samsung Galaxy S6 возможно купить за около 22 тысяч, это точно. Мне муж, например, второй купил за такие деньги, потому что, во-первых, он не новый, то есть он был в использовании уже около полугода. Либо на таком телефоне могут быть какие-то потертости, царапины на корпусе. Не на экране, а на корпусе. Но такие телефоны уже падают в цене. Но тут просто смотрите, что вам самое главное, либо это дизайн, а не то, как он работает, либо то, как он работает, а не то, как он выглядит. Мне, например, совершенно не важен цвет, пусть он будет цвет какашки, но зато я знаю, что этот телефон будет работать, прослужит мне достаточно долгое время, и, в общем, меня не подведет. В том числе, что касается камеры, и что касается его работы, как телефона. Так что вот такое видео получилось. Если оно вам оказалось полезным в какой-то его части, либо оно вам понравилось, то поддержите, поставьте пальчики вверх. И если у вас есть вопросы или какие-то комментарии, отзывы, то пишите под видео в комментариях их. И если хотите быть в курсе выхода новых видео на этом канале, то подписывайтесь на канал. А я желаю всем отличного настроения, удачи, и с вами была Лада. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!